Всем привет, Олег Димитров на связи. Сейчас вещаю из Камбоджи. Я тут такой музей каких-то боевых действий. И я сижу в таких шлёпках с носками, такой классический совхоз. Ну на самом деле это очень удобно, потому что когда у тебя на ногах вот так, то ноги не стираются. Вот с непривычки первые две недели и шлёпки, и там другая обувь, которая жесткая, она натирает очень сильно ногу. Но оказалось, носок, конечно, это всё спасает. Поэтому вот такой совок я даже использовал в обычных шлёпках, где через палец продевается, и носок ты такой натягиваешь. Вот, это в общем-то спасает. Хотел сегодня поговорить о разнообразии и важности этого момента. У меня здесь вот такая статуя, я на неё облокачиваюсь локтём, чтобы рука не уставала. Недавно, то есть я здесь по Камбодже, я выехал с Вьетнама на мотоцикле, сейчас еду по Камбодже. И недавно ехал по трассе, где была одна полоса в каждую сторону. Вот, а я еду небыстро, где-то километров 50, не больше, потому что на этом мотоцикле просто уже больше некомфортно ехать. Там 57 и уже дальше неприятно ехать. Вот, соответственно, много обгоняют. А трасса сделана так, что она, видимо, ещё не закончена. Сама дорога, одна полоса, ну, для в одну сторону и одна в другую. И обочина. На обочине гравий мелкий. И когда дорога кончается, асфальт, он там такой достаточно большой переход. Ну, где-то, наверное, вот так. Все местные, когда мы едем, и, например, обгоняет нас грузовик или легковушка, они сигналят, и местные спрыгивают на гравийку. Либо просто фигачат по гравийке. Соответственно, по гравийке ехать быстро нельзя. Ну, то есть, там километров, наверное, 30, может быть, 40. И достаточно напряженно ехать, потому что, ну, многое количество энергии ты тратишь на то, чтобы следить, где не очень глубокий гравийку, что если заедешь туда, где глубокий, тебя разложат. Вот. Никаких, насколько я понял, ну, по знакам их нету. Никаких ограничений по поводу езды на дороге нет. Соответственно, я еду по асфальту, потому что для меня это, во-первых, удобнее. Ну, по гравийке это пыльно. Это медленно, и это небезопасно. То есть, мотоцикл рыскает. И когда меня догоняют на машинах, сигналят, я не съезжаю с дороги, потому что это просто тупо небезопасно, потому что надо спрыгивать с асфальта на гравийку. А так как у меня опыта намного меньше, я не могу спрогнозировать, как именно себя поведет байк вот в этой ситуации. То каждый такой спрыг, он достаточно, ну, небезопасный для меня. Вот, соответственно, я не ухожу с трассы. И такая ситуация. Я еду по дороге, и слышу где-то сзади сигналит грузовик. Вижу по зеркалам, что там метрах 200, уже начинает предупреждать, чтобы нахуй сгинул отсюда с дороги. Ну, это я у себя в голове раскладываю. Местные все поспрыгивали вниз. Я еду дальше. Он догоняет, пристраивается сзади и, соответственно, сигналит. Я не ухожу, ну, потому что для меня безопаснее ехать здесь прямо, а не спрыгивать нет. Он едет, сзади сигналит, у него гудок, наверное, как у тепловоза, то есть очень громкий, он метров 55 от меня. Я еду в шлеме, матерюсь, мудила, засунь себе свою дуделку в жопу себе. Сам ему ничего не показываю, потому что, ну, я не знаю местный менталитет, и не знаю, как они отреагируют. Может, я им там, покажу ему факт, а он возьмет меня немножко, прижмет. Или покажу ему, что езжай по встречке, не тупи. Он как-нибудь отреагирует. Ну, я не знаю, я просто еду по своей дороге. Вот. Достаточно ситуация напряженная. То есть она неприятная. То есть она, в принципе, безопасная для меня. Ну, потому что я слежу за ним, как он, какое расстояние, не делать ли он ничего, что для меня было бы нежелательно. Вот. И, соответственно, я не прижимаюсь вправо, потому что, попробовав несколько раз, я понял, что это тоже небезопасно. То есть ты едешь на байке, вот у тебя там руль заканчивается здесь. И, соответственно, он проезжает тебя вот на таком расстоянии, ну, соответственно, там и ветровой поток, и, в общем, это небезопасно. Соответственно, я не прижимаюсь вправо, не показываю ему, что, типа, давай протискивайся, потому что он будет протискиваться, ну, а мне придется всегда спрыгнуть вниз. Вот. Соответственно, он сам выбирает для себя, сам решает свою задачу, надо обогнать, соответственно, выбирает время. Там, когда встречка свободная или его кто-то пропускает, ну, он, соответственно, перестраивается, я оторомаживаюсь, ну, мы делаем такую рокировку, ну, чтобы он быстро занялся назад в линию. Вот. Когда я все это, все это происходило, назвать это приятным было нельзя, ну, это такой был достаточно напряженный, раздражительный момент. Вот. Но сейчас, когда я о нем вспоминаю, это прикольно. И у меня вот такой снапшот, снапшот этой фотографии, едет Олег на байке, сзади у него огромный грузовик, и снизу такая подпись. То есть русские не сдаются. И вот такие моменты, они делают нашу жизнь, наш путь, он интересней. Если бы этого не было, если бы все шло как по маслу, то я бы просто проехал в эту страну, и у меня, в принципе, ничего бы не осталось под каких-то таких воспоминаний. Вот это переключение, оно создает динамику. И даже негативные какие-то сценарии, они очень полезны и важны. У меня в среднем по клиентам, то, что я вижу, что средний портрет клиентов, которые обращаются с депрессией, это девочка, у которой хорошо родители зарабатывают, ну или мальчик, живет на всем готовеньком и ничего не делает, может быть, даже не ходит на работу, или ходит на такую работу, которая, ну вот, рутина-рутина, и там вообще в принципе не особо нужно что-то делать. И это практически гарантированно утягивает в, вот, ну вообще, то есть нафиг жить, я не понимаю, зачем жить, не хочу никуда двигаться, потому что все одинаково. Проблем нету, то есть все хорошо, но вот само ощущение, что все одинаково, это очень плохо. И даже у тех людей, у которых, которые ходят на работу, которые им, их бесит и не нравится, это лучше, чем вообще никаких эмоций бы не проявлялось. Вот, потому что головному мозгу нужна подпитка. Неважно, какая это будет подпитка, положительными эмоциями, отрицательными, это дает ему пищу для размышлений, и мы, соответственно, можем с этим уже как-то работать. Вот. Тот же самый момент, вот, по поводу переключения, я могу сказать сейчас, у меня достаточно лето было жарко, я был в Севастополе, там шпарило солнце все лето, туч вообще не было, ну, может, там, неделю, ну, то есть лето прям вот такое, как надо, рядом с морем, то есть можно купаться, в Севастополе, так, и потом сейчас, потом была Индонезия, Вьетнам, сейчас Камбоджа, и я сейчас выбираю маршрут, я уже не хочу ехать по береговой линии, то есть для меня это не имеет какого-то такого, типа, о-о-о, моря, ну, просто я понимаю, что окей, хорошо, там, вот, я проезжаю, какой-то город, который стоит возле моря, и я понимаю, что, ну, вот я приду на пляж, как бы, это просто стало уже рутиной, такой же рутиной, вот, как вы дышите каждый день воздухом, и вы же не наделяете это каким-то, вау, это круто, офигенно, так круто дышать, мне так это нравится, для вас это просто обычный, рутинный процесс, здесь то же самое, то, что постоянно, то, что легко дается, оно сразу теряет ценность, и именно поэтому, то, что в России такая погода, это очень клево, то, что есть холодно, есть слякоть, есть весна, есть осень, и они реально разные, то есть у нас 4 раза сменяется климат, когда приехал в Индонезию, мне было странно, почему местные ходят в штанах, и рубашках, или толстовках, а когда ездят на байке, еще и сверху, то есть под шлем, надевают, вот толстовку сверху заправляют, капюшон, мне было странно, зачем они это делают, тридцатник на улице, и как бы он едет в толстовке, или вообще в куртке, и в штанах, а сюда надевают маску, чуть позже я понял, они так сбегают солнце, потому что солнце постоянно, и для них солнце, это наоборот как, вот что-то, ну такое, агрессивное, чем меньше ты, отсюда же там же есть и социальная функция, отсюда же, что чем меньше у тебя загара, чем более ты белый, значит ты более такой состоятельный, потому что состоятельные могут работать, в офисе, и ездить на машинах, они состоятельные, работают в поле, с тяпками, и в общем они такие загорелые, черные, но у нас весь этот процесс поставлен совершенно наоборот, можете обратить внимание на те процессы, которые у вас происходят в жизни, которые вам может быть не нравятся, и вы можете перевернуть вот эту всю составляющую, для того, чтобы увидеть, что в этом есть очень большой смысл, в этом дискомфорте есть большой смысл, потому что, чтобы вам получить удовольствие от комфорта, вам нужно сначала почувствовать этот дискомфорт, если будет все одинаково, то будет просто рутина, я недавно смотрел ролик, мне в принципе вообще сейчас нравится наблюдать за людьми, и понимать их мотивацию, мотивацию, почему они так действуют, недавно смотрел ролик, Макс Тревор, путешествует сейчас по Южной Америке, на мотоцикле, путешествует довольно долго, ну то есть он не как я путешественник, он нормальный путешественник, такой трушный, у меня это больше как, ну просто попробовать, посмотреть там, то есть что из этого, какой опыт можно извлечь, и он отвечает на вопросы, его спрашивают, как там путешествовать на мотоцикле, получаешь удовольствие, он говорит, нет, просто еду, и вот этот процесс, то есть для других это, вау, мотоцикл, ты там, горный серпантин, там, виды, а ты это все видишь, это все каждый день, этот, и вот это все очень, очень сильно передается, поэтому удовольствие от этого процесса ты можешь получить только когда есть переключение, только когда есть разница. Когда я ехал во Вьетнаме, из Хо Шамина, я двигался с севера на юг, я не учел того момента, что на севере, ближе к верху, там холодно, ну холодно, там 19 градусов, сильный дует ветер, и, ну на байке ехать плюс 19, прохладно, замерзаешь, ну если без нормальной экипировки, и плюс еще дождь, дождь постоянно лил, каждый день дождь, довольно продолжительный, вот, и, когда я ехал, вот по этому дождю, и выезжал, в какой-то момент, скоп выглядывает солнце, дорога просыхает, и ты вот выезжаешь на солнечную погоду, и прям внутри, ууууууууууууууу, едешь, кайфуешь, кричишь в своем шлеме, ооуууу, круто, реально, очень сильно, вот такая эмоция, и вот эта картинка, у меня тоже, как снапшот, она такая, как фотография, у меня сохранена, но, когда, я, я думал, блин, как круто ехать по теплу и солнце, офигенно, но, спустился я ниже, соответственно, Стало тепло, холодный воздух, который идет через полюс, через Россию, через Китай и попадает вниз по континенту, заканчивается, его перебивает уже тот экваториальный, который идет по морю, и, соответственно, становится тепло. И когда я ехал уже по низу, потом сюда заехал в Кангоджу, я еду постоянно сухо и постоянно солнце, ну, то есть вот так. Удовольствие, ну, все, как бы перестало, перестало я получать, потому что, ну, просто стало нормально, просто стало рутинно. Вот. Посмотрите на те процессы, которые у вас происходят в жизни, что ее наполняет. Может быть, где-то что-то можно сделать так, чтобы вот рутина, которая у вас присутствует в жизни, ее можно было разрядить какими-то другими составляющими. Посмотреть, как сделать это разнообразие. Также посмотреть на те процессы, которые вы считаете непригодными для вас, плохими, и, возможно, в них есть очень большая ценность. Я, например, нормально отношусь к голоду, то есть для меня это чувство не имеет негативного контекста, то есть я понимаю, что чем я более голодный, тем больше у меня будет кайф во время принятия пищи. И этот процесс, он меня перестал, ну, он меня не гнетет. То есть если я голодный еду, я могу свободно, там, 2-3 часа свободно ехать с пустым желудком, и обычно так и получается. Встаешь утром, садишься, и первый раз я ем где-то часов 12 в час. При этом какого-то напряжения не испытываешь, ну, потому что организм, он способен работать в любых режимах. То есть утром, может быть, там, попил чай и воды, и дальше двинул спокойно. Вот. Посмотрите на те процессы, которые у вас сейчас есть в жизни, которые вы наделяете негативными свойствами, и, возможно, в них есть очень большой смысл. Может быть, вы даже добавите что-то, чтобы этот процесс был еще более разнообразным. Чтобы переключений было больше. Чтобы один день был по максимуму не похож на другой. Это все, что я хотел на сегодня рассказать. С вами был Олег Кинкров. Всем пока.